Начинаем. Привет, меня зовут Евгений, я работаю в команде мониторинга в DINC, и мы предоставляем сервис мониторинга внутри компании. В качестве стекла мониторинга мы используем TIC. О том, с какими проблемами мы столкнулись и как из них выходили, вы узнаете из сегодняшнего доклада. А именно, что нас не устроило в принятом решении, как мы решали проблемы и какие выводы сделали. Давайте вспомним, что такое TIC, и немного про внутренности, чтобы понять, для чего было сделано все остальное. Он состоит из Телеграфа, это агент, который собирает метрики и пишет различные аутпуты. Аутпутов много, Телеграф обладает множеством плагинов. Вот он может писать метрики свои в другие таймсерии с базы данных, в очереди всякие разные и так далее, в том числе и облачные сервисы. Influx – это сама база данных временных рядов с уникальным количеством фичей и особенностей, о чем обязательно поговорим позднее. И хронограф. Хронограф – это визуализатор данных, как графа, но только заточен исключительно под Influx. И в Influx 2.0 она стала частью самого Influx и позволяет не только просматривать метрики, но и настраивать Телеграфы на фастах. Она позволяет создавать бешборд автоматически, и там много всяких фичей. Капаситер – капаситер – это легкая система, которая выполняет забросы в Influx. И на основании этих ответов делает определенные действия. Например, делает оповещение, либо переходывает обратно в базу данных после каких-то преобразований. Все это хорошо и понятно. Парни из Influx Data сделали экосистемы без внешней зависимости. К тебе и агенты, и сторожи, визуализации, наличие процесса системы в виде капаситера. Основным протоколом для Influx является line-протокол. Это словно из четырех частей. Это measurement. Название группы метрики – он всегда обязательный параметр. Теги индексируются, по ним делаются выборки. Филды – это сами значения. Они участвуют в расчетах минимального, максимального и так далее. Это обязательная часть, когда присутствует в line-протоколе. Timestamp – это временная метка измерения. Может быть, как в наносекундном разрешении, что по умолчанию, так и в часовом, например. Регулируется параметр Precision при записи. Вот так может выглядеть минимальная запись. А вот так будет выглядеть запрос по этим данным. Как вы видите, ничего сложного. После ключевого слова Select идет имя Филда. Вот оно. Потом в секции указывается measurement. Этот запрос нам вернет все значения или точки из базы данных. И вот таким первым могут выглядеть метрики в более сложных случаях. Тут огромное количество экранирования, типов данных. И да, Influx поддерживает не только флоты, а также int, assigns, int, boolean и даже строки филда. И тут всего так много, что даже не понять, что тут на самом деле две линии. Как все запутано может быть. После того, как такие строки дошли до Influx, он их сохраняет. Но делает это особым образом. Пришедшие строки парсят под каждой линией. Происходит сортировка тегов по имени для индексации. Затем эти данные сохраняются одновременно в VAL и в кэш. VAL это формат оптимизированный для записи сегментами по 10 мегабайт. Данные стерилизуются, жмутся в snap и записываются в файл. Это значит, что писать большими батчами будет лучше, чем маленькими. Одновременно с этим стерилизованные данные передаются в кэш. VAL нужен для того, чтобы при внезапном перезапуске базы данных или еще что-то не потерять принятые, но еще не обработанные данные. Кэш хранятся в несжатом виде, что дает нагрузку на память при записи. И они доступны для селекта. Запросы выполняются на копии данных из кэш. Что может повлиять на потребление памяти при выполнении селектов. Из кэша эти данные попадаются в TSM файл за помощью механизма снапшотинга. Одновременно удаляются соответствующие данные из VAL. В TSM файлах там лежат сами данные. И тут нельзя не упомянуть о крутой фишке флаг даты. Это сжатие. Сжатие четыре уровня, через которые проходят метрики. Снапшот, левел компакшн, первый по четвертый уровень, индекс оптимизация и фулл компакшн. Последний уровень сжатия выполняется только на холодных шардах. Это те шарды, в которых не было записи последние четыре часа. Четыре часа это по умолчанию, караметр раздается в настройках. Одним из важных показателей является серия с кардиналити. Ну или просто кардиналити, как и многие называют. Это совокупные значения межмента тегов и филда. Например, для этой строчки значение будет равно двум. И вот такие значения этот пример примет, если мы сделаем шоу серию с кардиналити в инфлаксе. И чем он выше, тем хуже для инфлакс. Это связано с тем, что инфлакс стоит строить по этим значениям индексы. И чем выше инфтерапия, тем тяжелее ему искать. Больше данных, медленнее пояс. Все просто. Итак, чтобы инфлаксам было хорошо принимать данные, нам нужно обеспечить ему следующее условие. Писать большими батчами, не спайкать, сортировать теги и уменьшить количество пишущих клиентов, чтобы сократить время на обработку подключений. Так появился наш дата-транспорт, проект, который призванный решить вышеозначенные проблемы. Самым очевидным способом оказалось построить перед инфлаксом очередь сообщений и прогонять все входящие. Это позволило нам принимать больше метрик, иметь больше контроля над трафиком и снизить нагрузку на инфлакс. Появилась возможность ответить на множество вопросов. Сколько метрик пришло в ту или иную базу, стало возможно посмотреть, что именно пишут. Появилась крутая возможность строить аналитику по количеству метрик, не убивая запросами инфлакс. Писать, чьи идеи, как сделать видимость, максимально. И все это работало как часы до определенного момента. Метрик становился все больше, и наш встроенный трансер начинал потреблять все больше и больше ресурсов куберней. В никаких дальнейших улучшениях речи уже не шло. Плюс в процессе эксплуатации выяснилось, что Телеграф не очень-то работает под нагрузкой, а капастер откидает без того нагруженный кластер куберней. Самым досадным недостатком было то, что Телеграф не умел перекранивать retention policy в тегах метрик, так как он это делал в случае с сохранением имени базы данных. Также не было возможности переопределить partition key в зависимости от базы данных. По умолчанию ключом партиционирования было имя хоста. Он всегда присутствует в тегах, но у нас появились источники, которые расположены всего на двух хостах, и которые не масштабировались в Kafka, поэтому все сообщения падали в два топика. Проявился самый коварный баг, и всех при проблемах сети или недоступности Kafka и Телеграфы могли записать метрики из своего бузера не в тот топик. Так в некоторых базах данных появились непонятно откуда взявшиеся теги. Да, они бы пропали через retention период, но были затронуты базы данных, в которых retention был один год, и люди смотрели на эти теги в течение одного года. Также Телеграфы переставали читать топики после того, как у Kafka проходили перевыборы лидера. И это не говоря уже об отсутствии временных меток сообщения Kafka и отсутствии Prometheus Remote Write протоколя, который бы наши пользователи хотели видеть. И тут было два пути. Искать баги в Телеграфе или написать свое решение. Мы выбрали второй вариант. И начали с Телеграфов продюсеров. Так появился Канои. Требования были максимально простыми. Но на двух я хочу остановиться более подробно. Телеграф будет всегда принимать метрики независимо от состояния бэкэнда. Если Kafka умерла, то клиент, который пишет метрики, об этом никогда не узнает. Телеграф будет принимать, пока не кончится буфер или не придет ООО. Поэтому было бы здорово, чтобы сервер говорил стоп-слово, когда что-то пошло не так. Вторая идея, которая есть в планах, это реализовать бэк-офф протокол. У Канои есть свой буфер. И когда он подходит к концу, отвечать, суммой не реквест. Телеграфы на хостах приостанавливали бы запись. Суть идеи разгрузить количество метрик и сделать чтение более плавным. Запись более плавным. Итак, из чего же он состоит в Канои? Приемник метрик в виде FATCHTP сервера, парсер метрик внутреннего буфера, сервер для вычитывания внутреннего буфера и отправки метрик. И мониторинга, который внутренний маленький сервис, который следит за состоянием Kafka и на полностью внутреннего буфера. Сервис был написан на языке Go с использованием Go-Обертки на сети библиотека, либо Родакавка, которая хорошо себя зарекомендовала на других проектах. Вначале мы попробовали сделать все по уму. Дополнительный буфер для входящих метрик, фиширование на диск, чтобы не потреблять лишнюю память и не потерять метрики, которые в буфере. Многие были в производительности и отказались от этой идеи. Мы решили избавиться от всего и использовать либо Родакавка напрямую. И результат нас приятно удивил. На синтетических тестах можно достичь достаточно хороших результатов. Но профилирование показало, что данный подход к разбору метрик заставлял желать лучшего. Посмотрели, как парсинг сделал в самом телеграфе. Это был сгенерированный код Антлера, это библиотека для генерации грамматики, что работало медленно. Посмотрели, как это сделано в инфлаксе. Очень специфично. Потом посмотрели, как сделан парсинг у протобафа и применили такой же подход с сохранением пула объектов для тегов и филдов. И парсинг с применением индекса по слайсу своим протоколам. И вот этот последний вариант был неплохим. Дальнейшее профилирование показало, что латвинс запросов был достаточно высоким. Больше секунды в некоторых обстоятельствах. И пришлось переделать способ приема метрик. Раньше мы использовали fast HTTP. Но у него есть особенность. Он хоть и очень быстрый, но читает запросы в буфер целиком. Буфер ограничен, его объем задается заранее. Без возможности последующего изменения. Мы отказались от него в пользу стандартной HTTP библиотеки, где читали и разбирали входящий метрик в потоке. Не нужно было ждать, пока весь батч приедет по сети, а потом его обрабатывать. Что позволило сократить потребление памяти, потому что обработка идет поточной, и увеличить отзывчивость сервиса. Благодаря нехитерым манипуляциям мы избавились от оверинжиниринга и могли неплохо покурить сервис. На реальных данных вышло очень хорошо. Бэк-офф пока только планируется, но на текущий момент все без него достаточно нормально. Достаточно трех плодов с нашим сервисом, чтобы обработать существующий трафик в одной локации. Также приятным бонусом было и то, что теперь не очень важно, сколько по размерам один батч в байтах, так как обработка данных идет поточной. Наконец, у нас появилась статистика по базам данных. Размер батч-сайза на один запрос и сколько линий приходит в секунду. Напомню, что одна линия – это measurement, теги и филдин, которых может быть больше одного. Используя аксос-логи с хапромси, можно вычислить средний размер в батчах. На это есть ограничения, так как в кавку мы пишем линии, а не батч целиком. Ну и продюсер вырубается в лок и увеличит счетчик, на который есть алерт. Теперь давайте поговорим по консюмерам. С консюмерами немного другая история. Хотелось реализовать поддержку фильтров как в телеграфе, чтобы отсекать лишнее. Реализовать поддержку троттлинга, решить такую же проблему, как с телеграфом, в качестве продюсера, который читал из кавки до полного буфера, если вдруг аутпут умер. Тут остановлюсь только на троттлинге. Хотелось бы иметь возможность вычитывать очередь и дропить какой-то процесс метрик. Это полезно, когда вдруг, неожиданным образом, их стало больше. Нам это неприятно, пользователям это неприятно, делать что-то надо. Плюсом идет еще и то, что консюмер, как и телеграф, сортирует теги перед записью, что делает врать еще более легким для инфлакции. Итак, из чего же стейк-консюмер? Из спойлера, который забирает сообщение из кавки, парсера, который совмещен с фильтром для скорости. Он останавливает парсинг и игнорирует строку, если вдруг теги не подходят по фильтрам или сработал троттлинг. И кусочек с отправкой, который ждет, когда сработает то или иное условие. Например, набрался минимальный батч на отправку или сработал таймер, что быстрее. А реализовать схемы, например, когда соберется только батч и отправлять только раз в минуту, мы не делали из-за отсутствия надобности, но такое вполне возможно реализовать. Тронтлинг реализован до безобразия просто. Для подсчета хэш-суммы мы используем библиотеку от сегмента.io. Во время разбора линий считается хэш. Отмежен это от сортированных теков. Потом складывается и получается итоговый хэш, на который мы опираемся. В фильтре есть простая мапа, которую можно изобразить как мапа хэша от двух 32-битных инток. Назовем их счетчиком. Первый счетчик отвечает за то, что хэш пропустили. Второй отвечает за то, что хэш не пропустили. Теперь давайте посчитаем. Если мы возьмем пропускающий счетчик и разделим его на сумму обоих счетчиков, то получим частное, которое мы сравниваем с настройкой, какой процент метрик дропать. Если он больше заданного порога, то мы увеличим счетчик с непропущенной метрикой и как бы запаковываем значение обратно и дропаем линию. Все просто. Конечно же, у него есть недостатки очень существенные. Силу своей экстренности применения мы можем, конечно же, пренебречь. При расчете тротлинг трешхолда во внимание не принимается филды, коих может быть более одного. Например, мы задали пару тротлингов 50%. А теперь давайте внимательно посмотрим на эти метрики. Кого дроп? Правильно, дропнут метрики с давлением, потому что в расчет хэша берется только обмеженность и тегов. В результате консюмеры теперь потребляют значительно меньше ресурсов относительно решения на телеграфах. Зачем была такая экономия на ресурсах? Потому что для одной входящей базы есть как минимум два консюмера. Один из которых пишет в инфлаг, второй в другой бэкэн для алертинга. О чем я расскажу чуть позже. Повлияла ли как-то замена телеграфов на наши решения непосредственно на инфлаг? Конечно же нет. Целью было сэкономить ресурсы в кубернет-кластере и обеспечить стабильность транспорта. Но наличие очереди перед инфлагом сказывается положительно. На графиках можно увидеть, как уменьшилась нагрузка на разделы с валлогом после включения транспорта. Это результат записи большими батчами. Также уменьшился размер TSM-хэша. Это результаты сортированных метрик, которые мы пишем однородными. То есть для одной BD и Retention Policy батчами. Увеличилось количество в write-запросов, уменьшилось количество в write-запросов, потому что, правильно, мы пишем большими батчами. Ну и количество открытых соединений стало приемлемым. Теперь хочу рассказать, что такое хейзер и зачем он нам нужен более подробно. Это сервис, который следит за топиками в Kafka и деплой от консумеров в кубернетике. Ему очень сильно не хватало UI для управления всем этим хозяйством. Консумеров ведь очень много, для некоторых настройки индивидуальные. И очень сильно хотелось смотреть итоговую конфигурацию. В планах на будущее сделать опрос ивентов в кодах, чтобы понимать их состояние. Сейчас это можно увидеть только на консоли или в дешборде кубернет. Вот так выглядит UI. Все просто. Слева галка, скейлит в ноль. Но сохраняет настройки количество реплик. Иногда такое надо, чтобы подвигать апсет в Kafka или еще как-то. Выключаем, двигаем, включаем. Все просто. Настройки. Это просто JSON, которым переопределяются настройки по умолчанию, которые можно посмотреть в тимплейт. Вот. В тимплейт. Это удобно. Это оказалось удобным для нас, чем городить целые формочки с UI и прочим. И более динамически. Кнопка чарт. Позволяет посмотреть итоговый чарт, который будет отправлен в кубернет. Можно менять настройки, смотреть, что получится без предварительного сохранения. Кейзер по своей сути выглядит как кубернет-соператор. Только источником данных являются не и кастом ресурсы, а топики в Kafka или изменения в базе. Итак, давайте разберемся, что же тут такое. Я упущу рассказ по генерации, чартов, просмотр, расскажу основной цикл работы. К ттп.апи, при помощи которого можно изменять настройки консюмеров. Настройки хранятся в базе данных. В нашем случае это Монго. Есть полер, который спрашивает у Kafka список топиков. И у Монго список настроек. Затем определяется, что надо сделать. Задеплоить нового консюмера, изменить старого. Или удалить все, если удалился топик в Kafka. Все изменения попадают в кубернет через внутреннюю очередь. Это простой список таток. Без всякой магии. С заданным периодом стартует горутина, которая берет верхнюю татку и выполняет ее. Сделано это для того, чтобы снизить нагрузку на кубернет-инфраструктуру, сеть и CPU. Без этой очереди обновление версии консюмера выглядело как отправка 150 изменений в кубернет одновременно. Все 150 входов удалялись и поднимались новые. За это время в капке накапливался лаг. Свежеподнявшиеся консюмеры этот лаг вычитывали, убивая волной трафика сеть и CPU на воркерах. Ну и инфлякция была не весела от такого приключения. Сейчас консюмеры обновляются один за одним. Что дольше, но зато без последствий. Хейзер определяет изменения, прихранивая хэш-генерированных чартов и сравнивая с тем, что записано в базе. Если он отключается, делает изменения в кубернетике. Скорости этого процесса, в принципе, хватает, чтобы обрабатывать по 1000 объектов в секунду. Так что переживать нам пока не о чем. Итак, что же с капаситером, спросите вы? Это дивная история, хоть и короткая. Первое, что мы попробовали после неудачи с простым капаситером, это интерпрайс-версия. Но на деле оказалось, что это просто толпа запущенных капаситеров с одинаковыми тасками и дедупликация алерта. Что немного обескураживает. Что ж, у капаситера есть API, через который можно управлять тасками. Давайте попробуем придумать нормальный капаситер интерпрайс. Короче говоря, когда пытаешься его заставить работать, становится очень сложно. Давайте разберемся, что же тут происходит. Это пользователи, которые отправляют свои таски для капаситера в определенном формате. Это не тик-скрипт, который принят с капаситера, а JSON с описанием из какой базы, какая методика, за какое время и какой будет пришел на срабатывание. Там много чего еще, но это пока основное. А вот это все, это пайпланчер, в котором проходят эти таски, неравномерно распределяются по капаситерам, в которых иногда было больше 9 в зависимости от размера локации. И все это для того, чтобы обеспечить кластеризацию капаситеров, которых так не хватало. Поддержать такой ворог сервиса стало сложно. Слишком сложно. Слишком сложно и много движущихся частей. Поэтому мы решили избавиться от него. Дальнейший рассказ пойдет о сервисе под названием Bustler. Сарапыга. От сервиса очень сильно хотелось стабильности и предсказуемости. И самое главное, ответа на вопрос, почему тот или иной триггер сработал. Ничего от капаситера было добиться всегда очень сложно. Я хотел выделить две суперфичи. Первая – это разные источники метрики для тасок. Эта фича помогает обеспечить работу в тех окружениях, где отдельный бэккэм для трикеров не может быть использован в силу ограниченности ресурсов. Вторая – это сохранение состояния вне источника метрики. Сделаем это для того, чтобы при старте не проигрывать все 100-500 тасок и не убивать бэкэнд-запросами. Ну и чтобы не городить огородкой для капаситеров, будет в будущем нормальная классификация. Наверное, с трафтом и номерлистом. Пока еще все в разработке. Отдельно хочу отметить возможность отладки трикеров. Можно посмотреть, как эти трикера выбираются из BD. Сколько раз выполнялись, истории выполнения, результаты, группировку и так далее. Единственное, чего не хватает, это человеческого UI. Но это пока в планах. Хочется отметить, что работа с источником не ограничивается разделением на два вида хранения данных. Наиболее эффективным показал себя подход выборки данных, относящихся к группе объектов за один раз. При этом нет линейной зависимости группы от длительности выборки. Размер группы – это единственный настраиваемый параметр. И в нашем случае мы подбирали его с учетом особенностей временного хранилища и статистики, собранные при эксплуатации. Кроме того, для снижения нагрузок на хранилище мы распределяем выборки по времени. Если вы хоть раз видели, как с капаситера прилетает 10 тысяч запросов от доверемена, то такой подход отличается разительно, показывает себя с лучшей стороны. Итак, давайте поговорим про Influx. Помимо хранения метрик, в Influx есть ряд возможностей, которые мы используем. Это Continuous Query. Прикольная задумка. Можно повесить джогу, которая будет выполняться раз в указанное время и, например, перекладывать данные из одной базы данных в другую. Мы такое использовали для доуэнсэмплинга. Автоэнтерапия доступна только в интерпрайс-версии. Высчитывает разницу между дата-нодами и копирует данные, чтобы сохранить ассистентность. Ограничения по запросам. Можно ограничить количество метрик, группировок, время запроса и так далее. Очень удобно, чтобы отсекать плохие запросы. Так что же из этого реально работает? Понятненько. Давайте разберемся, что же тут не так. Некоторые проекты хранят свои данные за год в период сжатия доуэнсэмпликов 30 минут, что для длительного хранения подходит, если надо сэкономить на точках. Мы храним для каждой серии минимальное значение за период, максимальное и среднее. В Continuous Query немного особенный инструмент, поэтому для каждой базы данных пришлось выписать свой запрос на вынимание метрик, если мы хотим избежать комбинаторного взрыва в случае с использованием звездочек. Если база данных с большим количеством серий, то Influx не будет справляться с нагрузкой и начнет очень сильно тупить, потребляя ресурсы. Чтобы избавить Influx от таких страданий, мы сделали свой сервис, который работает напрямую с очередью в кафте и складывает свой результат обратно в нее. VR1MU, превращение по немецки, читает метрики из кафте и складывает их в бакеты под таймфреймом у себя. Когда бакет становится холодным, то есть у него больше не было записи в течение некоторого времени, он записывает этот результат обратно в кафту. Все максимально просто. Инфляцию сильно полегчало. На графике удаление одного большого Continuous Query и замена его на наше решение. Ну и плюсом стало то, что метрики перестали тупить и начали приходить вовремя для донсенсивных данных. Автоэнтерапия. Признаком того, что что-то пошло не так, можно увидеть на картинке. Если обновлять запрос, то график будет как бы прыгать. То есть запрос будет приземляться то на одну ноду, где с данными все хорошо, то на другую, где данные сохранены частично. И сейчас вы подумаете, что Inflact Enterprise будет делать это автоматически, не тут-то было. Этот сервис просто в консоли пишет, что шарбер различает. Он не пишет, где данных больше, где меньше, или как-то вам помогает. Определить, где и какие данные плохие или хорошие, помогает сделать запрос. Сначала на одну дату ноду, потом на другую дату ноду. Сравнить эти данные и руками скопировать битую шарбу, и руками скопировать хорошую шарбу на плохую дату ноду. Но этот процесс может не сработать, если шарба горячая. То есть в нее в данный момент идут записи. Здесь вам поможет сервис внутренняя команда Inflact. Транкейт шарбер. Он обрезает все шарды и создает как бы новые. То есть все данные, которые приходят в данный момент, начинают вписаться в новую шарду. Но при этом абсолютно все данные, абсолютно во всех баз данных Retention Policy увеличится количество шардов. Что пагубно скажется на производительности всего Inflact Cluster. Как он понимает, что данные разные? Читает контрольную сумму, которая потребляет CPU. И в документации красным по темному написано предупреждение про автоинтерапию. Дескать, некоторые клиенты испытывают трудности, рекомендуем отключить. Ограничения. Хорошо работает и гибко настраивается. У тебя и тайм-аут, и максимальные точки, серии, групп-байт-бакеты. Все супер. Но это работает только в тех случаях, когда результат выборки помещается в память. Эти ограничения не спасают от некоторых запросов. В логах медленных запросов вы можете не увидеть запросы, которые подчинили боль всему кластеру. Выход только один. Писать маленький прокси перед Inflact, который бы разбирал запросы и смотрел на тайм-рендж группировки. И так далее. И отсигал всю непотребщину. И тут встает закономерный вопрос. Если Inflact такой плохой и не всегда рабочий, зачем мы тратим свое время и силы на постройку инфраструктуры и стены сервисов, чтобы он работал? Бежать из вендор-лока очень сложно и больно. Как для нас, потому что это новая технология, особенность эксплуатации и требования, так и для пользователей мониторинга. Новый язык запросов, быстротействие, функционал. Вынесет дунцентрик из Inflact, от него осталось только хранилище, что дало нам возможность для маневра. В данный момент рынок заполнен различными решениями на любой вкус и цвет. У каждого есть свои недостатки и преимущества, и своя операционная сложность. Серебряной пули нет. Ну и золотой в плане стоимости поддержки хочется избавиться. О чем мы расскажем в следующий раз. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...